Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Стабильная обстановка. Для ее сохранения Роспотребнадзор не планирует в марте снимать какие-либо ограничения. Знатоки финансового рынка. В Чувашии завершился республиканский конкурс студенческих работ. Предпраздничное настроение. В Чувашии отмечают Международный женский день. В Чувашии ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабильная, однако снимать действующие ограничения Роспотребнадзор пока не намерен. В марте медики обычно фиксируют рост сезонного заболевания ОРВИ. В республике сделано почти 600 тысяч тестов на коронавирус. Коэффициент распространения COVID-19 ниже единицы. Исследования проводят 11 лабораторий. В марте планируют открыть еще три. На базе 2-й городской детской больницы, Канажского межтерриториального медицинского центра и Новочебоксарской городской больницы уже монтируют оборудование. Это позволит увеличить количество исследований в сутки. И все же в Чувашии пока относительно низкий уровень тестирования. Необходимо отработать практику забора анализов при первичном обращении с признаками инфекции. Отметилось снижение числа инфицированных и среди взрослых на 12,3%. Однако среди взрослого населения наиболее высокий уровень заболеваемости отмечено в возрастной группе 50-64 года. Также у нас сохраняется заболеваемость повышенная в возрастной группе 65 лет и старше. По сравнению с предыдущей неделей число работающих среди заболевших уменьшилось, в том числе среди работающих на транспорте, работников образования, здравоохранения. Но увеличилось число заболевших среди работников в сфере торговли и сфере услуг. По-прежнему больше всего больных выявляется в Чебоксарах. Но за последнюю неделю зафиксирован рост в Шамуршинском, Янтиковском и Вурнарском районах. Оказалось, именно в них снизили активность мобильной группы по выявлению нарушений масочного режима. Эту работу необходимо усилить, подчеркнули на оперштабе, особенно в преддверии масленичных гуляний. На неделе с 8 по 14 марта запланировано не менее 300 мероприятий. Важно, чтобы все они прошли с соблюдением ограничительных мер. Роспотребнадзор не рекомендует участвовать в массовых гуляниях летом старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Хорошо, что статистика хорошая, но оснований к тому, чтобы расслабляться и ослаблять меры, абсолютно никаких нет. Прогноз на сегодняшний день неблагоприятный. Март месяц – это месяц такой неустойчивый. Всегда в этот период у нас отмечается рост заболеваемости грипп и РВИ. В этом году мы можем получить и рост заболеваемости ковидом. В течение марта месяца никаких послаблений не должно быть. Участники заседания оперативного штаба также считают, что необходимо увеличить темпы вакцинации. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на все сферы, кроме, пожалуй, одной – родовспоможения. Роддома республики работают с прежней загрузкой. И даже акушерское отделение городского перинатального центра, перепрофилированное под инфекционный роддом, продолжает оказывать медицинскую помощь в штатном режиме. Наша съемочная группа в канун праздника отправилась туда, чтобы пожелать акушерам и новоиспеченным мамочкам здоровья. Это самый желанный звук для каждой женщины – это как бьется сердце ее ребенка. С началом пандемии акушерское отделение городского перинатального центра на улице 139-й стрелковой дивизии перепрофилировали в роддом для женщин с ковидом или ОРВИ. Излишне говорить, что такие женщины нуждаются в особом внимании и поддержке. Очень часто нам приходится использовать респираторную поддержку, то есть давать либо кислород, либо масочный, либо вспомогательную поддержку кислородом. Ну и бывают ситуации, когда доходим до неинвазивной ИВЛ. Именно поэтому акушеры не устают напоминать беременным. Берегите себя и будущего ребенка. Соблюдайте меры эпидемиологической безопасности. Но если все уже заболели, не занимайтесь самолечением. Немедленно обращайтесь к врачу. К счастью, у будущих мам чаще встречается ОРВИ, и все обходится благополучно. Таким требовательным голосом маленький Тимофей подзывает папу, который томится под дверью. Впрочем, несколько минут ожидания ничего не значит. Впереди у них и дни, и месяцы, и годы, наполненные радостью общения. Теперь их трое. И приходите, пожалуйста, еще. А вот в семью Семеновых чудо пришло в третий раз. К мужу и двум старшим дочкам Светлана вернется с новенькой девочкой, которая уже обещает стать настоящей красавицей. Лучшего подарка к женскому дню придумать просто невозможно. В преддверии такого светлого весеннего праздника, международного женского дня, я действительно поздравляю всех женщин, девочек, девушек, бабушек с наступающим праздником. И желаю здоровья, радости, благополучия. И несмотря на наши определенные эпидемиологические особенности этого периода, быть оптимистичными и радостными. Здоровья всем! Ну а мы все поздравляем вас, дорогие врачи, акушерки, медсестры и нянечки. И вновь благодарим вас за то, что вы выбрали такую важную и такую нужную профессию. В Чувашии могут появиться два новых производства. На одном займутся глубокой переработкой зерна пшеницы, на другом планируют делать мебель для ванных комнат. Перспективы дальнейшего взаимодействия глава республики Олег Николаев обсудил с представителями компаний «Росагролизинг» и «Дрея». Производство специальных продуктов из пшеницы – один из предполагаемых совместно с компанией «Росагролизинг» проектов. Из этой культуры можно вырабатывать молочную кислоту. Она-то и нужна для производства биоразлагаемого пластика. Из пшеницы можно получить и глютен, который очень популярен в плане экспорта. На предприятии «Химпром» уже задумываются об этом. Как я уже говорил, мировой тренд, с одной стороны, идет в пользу отказа от животного белка в растительный белок, а, как ни странно, растительный белок как раз он и берется из пшеницы. Соответственно, все не просто в тренде находится мировом. То есть сегодня не только биоразлагаемая продукция востребована и упаковка, а вот здесь, вы видите, мы еще хотим сделать пилот. Это по производству волокон из пылой продукции. Еще одна перспектива – строительство завода для производства мебели для ванных комнат. Реализацию этого инвестиционного проекта глава республики обсудил на встрече с представителями компании по производству санитарной керамики «Дрея». Компания владеет собственной конструкторской базой и каждый год запускает новый модельный ряд умывальников с различным дизайном. Я бы хотел договориться и сделать на таких условиях, чтобы было за все веком. Потому я никакой бандит, я человек, который любит что-то сделать, что главное для людей, которые будут на заводе работать. Правительство республики готово поддержать интересные идеи. Тем более в регионе уже есть площадки с готовой инфраструктурой для ведения бизнеса. В планах создания новых индустриальных банков есть у нас и действующие индустриальные партии. Их три. Есть желание создать и частные технопарки. Мы просто понимая, что мы имеем, мы можем очень быстро скомбинировать эти опции и подстроить соответственно эти все формы поддержки и ресурсы под конкретный проект. Это позволит снизить издержки инвесторам и ускорить реализацию проекта. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня в Цивильском районе подвели итоги социально-экономического развития за 2020 год и определили задачи на ближайшее будущее. Несмотря на пандемию, муниципалитету удалось сохранить положительную динамику и даже улучшить некоторые показатели. Например, хозяйство района сделали неплохой задел под урожай будущего года. Улучшение экономической ситуации в отрасли позволило повысить уровень заработной платы работникам агропромышленного комплекса. Большая работа проведена в сфере капремонта и строительства социальных объектов. Теперь необходимо догонять и в сфере цифровизации. У нас на сегодня госуслугами пользуется официально 28,3% нашего населения. И когда я приезжал в поселение и спрашивал у жителей в зале, скажите, пожалуйста, кто из вас на самом деле честно следит за жизнью поселения, за всеми проблемами, вопросами, заходит на сайт поселения и на каждом собрании поднимали руки 3-4 человека. Интернет в нашу жизнь, в жизнь жителей нашего цивильского района надо вводить. Ситуация на рынке труда относительно стабильная. Среднемесячная зарплата на крупных и средних предприятиях за 2020 год составила больше 28 тысяч рублей. Это почти 108% по сравнению с 2019 годом. Миграционная область спадает, Сергей Федорович, это очень положительный момент. Если спадает, значит в Цивильске жить хорошо и комфортно. Значит власть реагирует на те проблемы, которые есть у жителей. А средний уровень удовлетворенности 85%. Это тоже о многом говорит. Задача нынешнего года погасить задолженность 3 миллиона рублей за газ, увеличить количество проектов в рамках инициативного бюджетирования и ликвидировать дефицит кадров в учреждениях образования и здравоохранения. Ольга Семенова, Георгий Кривошейн, Республика. На трассе М-7 в Маргаушском районе началось строительство двух надземных переходов. Стоимость объектов более 125 миллионов рублей. Первый надземный переход построят на 618-м километре возле деревни Сиду-Косы. Второй на 619-м возле села Ахманеи. Длина каждого сооружения с лестничными сходами будет более 82 метров. Остекление выполнят из монолитного поликарбоната. Для маломобильных людей предусмотрены подъемные платформы. Для слабовидящих – тактильно-рельефные наземные указатели. Подрядчик уже приступил к устройству опор. Строительство завершится к концу 2021 года. Финансово грамотные подведены итоги конкурса «Знатоки фондового рынка», в котором приняли участие студенты вузов Чувашии. Победители получили ценные призы и подарки. «Знатоки» полностью оправдали ожидания жюри. А оно было весьма авторитетным. Эксперты из Ассоциации банков России и Министерства финансов Чувашской Республики. Конкурс проводился в онлайн-формате в два этапа. Участие приняло 144 студента. На первом ребята показали значение сложных финансовых инструментов. 40 из них прошли во второй тур. Финалисты писали эссе, в котором объяснили важность и значение выбранной темы. Тема, которую я выбрал, это коллективное инвестирование. По сути, этот конкурс, как и коллективное инвестирование, так и удаются ресурсы, только не финансовых, а человеческих. Фондовый рынок – это дело такое, с одной стороны, притягательное, с другой стороны, опасное. Поэтому задача нас, людей, внимательно относиться к своему бюджету, не попадаться на уловки откровенных мошенников. Главным экспертом для студентов стал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. Он рассказал о планах правительства по урегулированию финансового рынка, будущих изменений в законодательстве. С 1 октября будет вводиться тестирование для участников, для инвесторов, которые хотят попробовать себя на финансовом рынке, для того, чтобы максимально защитить инвестора от каких-то непродуманных решений при приобретении финансовых продуктов. И вот вы прошли тесты, попытали себя уже в этом тестировании. Помимо дипломов, победители получили ценные призы – ноутбуки, планшеты, смартфоны. Учеба онлайн продолжится. Уже принимаются заявки на конкурс «Знатоки страхования». Екатерина Шиверова, Игорь Зверев, Республика. В Чувашии завершилась 13-я межрегиональная выставка «Картофель-2021». В ее рамках прошло немало творческих конкурсов, участниками которых стала молодежь. К научному конкурсу под названием «Улма. Картофель-потейта» школьники-студенты готовились заранее. В нем участвовали около 20 ребят, интересующихся выращиванием второго хлеба. Были представлены работы, актуальные для применения во многих регионах Российской Федерации. Такие, например, работы, как выращивание мини-клубней, микроклональное размножение, использование различных биосимуляторов роста, использование различных методов возделывания картофеля. Надеемся, что все эти представленные работы найдут практическое применение в хозяйствах республики. Конкурс проводился в двух номинациях. Победители наградили памятными призами и сертификатами. Светлана Филиппова заняла первое место в номинации «Ноу-хау» в производстве картофеля. В стране качественных семян достаточно мало. И основная задача картофелеводов направлена на получение качественного посадочного материала и на увеличение его объемов. Наша работа как раз направлена на это. То есть наша задача – получить наибольшее количество клубней с минимальной единицей площади. Были подведены итоги и республиканского детского конкурса «Его Величество картофель». Свои рисунки и поделки представили более тысячи ребят. Инесса Потапова, Игорь Зверев, Республика. С любовью к женщине. На весеннем вернисаже с таким названием честовали успешных представительниц прекрасной половины человечества. Праздник красоты и нежности, цветов и любви. В преддверии 8 марта мужчины-чуваши поздравили прекрасных дам. Приведите в этот день самые искренние слова благодарности за то, что вы есть. Потому что именно то, что вы есть, делает нас мужчинами. Делает мужественными и дополняет смыслом нашу жизнь. Они руководят бизнесом, возглавляют предприятия, организации и целые отрасли. Воспитывают детей, активно участвуют в политике и при этом остаются чуткими, сострадательными, полными желания сделать этот мир лучше. Вы становитесь своего рода проводником света и любви для дальнейших встреч с другими женщинами. Поэтому я надеюсь, что вы сегодня зарядитесь и с огромной трепетом и любовью будете праздновать вместе с нами этот праздник. В последние годы женское движение в республике набирает обороты. Союз женщин-чуваши выступает за возрождение семейных, нравственных и духовных ценностей, за защиту материнства и детства, сохранение национальных традиций. Ульяна Пятакова, Алексей Зотиков, Андрей Шоклев, Республика. Даже в условиях изоляции можно показать свои лучшие качества. В одной из женских колоний республики прошел традиционный конкурс «А ну-ка, девушки». Среди участников представители трех колоний. С помощью визитной карточки женщины рассказывают о себе. Творческий конкурс помогает раскрыть таланты. А еще надо показать, что ты умелая хозяйка и искусная мастерица. И не потеряла этих навыков даже за решеткой. Здравствуйте! В эфире новости. И я, их ведущая, Семена Гафетерина. В России проходит во второй раз конкурс среди женщин, осужденных «А ну-ка, девушки». По рассказам древних стариков, в те годы, когда людей на земле еще не было, в этом месте появился камень Аллаты. Все заседания участники выполняли в режиме онлайн, но привычный формат не помешал истинным талантам. Победители, отбывающие строк в исправительной колонии номер два, что в Аллатове, отправятся в Москву на всероссийский конкурс. Сами женщины говорят, что для них это бесценный опыт. Время работы над собой и преображение не только внешнего, но и внутреннего. Я хочу, чтобы силу добра этому миру смогли вы показать. Я не лучший пример. Не всегда. Даже этот стих я в тюрьме пишу, но я к вам спешу. Мое платье – полностью ручная работа, а дизайн и модель платья – полностью моя идея. Примерное поведение и активное участие в общественной жизни дает женщинам возможность дополнительных свиданий с родными, получить отпуск с выездом, а в целом ускорить свое возвращение на свободу. Инклюзивное образование теперь можно получить в обычных столичных школах. Здесь учатся более 500 детей с ограниченными возможностями здоровья. Как проходит процесс их интеграции в общую образовательную среду, знает моя коллега Наталья Мальчикова. С каждым движением пластический материал в умелых руках Кристины приобретает нужные очертания. И хотя особых знаний это занятие не требует, сосредоточенность и тщательность девочки в работе вызывают восхищение. Юный гончар хочет успеть закончить работу к женскому празднику. Я сейчас делаю подарок для своей бабушки, вазу. Мне очень нравится лепка, это очень успокаивает. Я много чего создавала, дарила, мне даже покупали работы. Надо все вырыгнуть, оближечь и после обжигания мы красим. Это увлекательное занятие очень стимулирует воображение, особенно это актуально для детей с особенностями развития. Находясь в кругу сверстников, ребята просто преображаются. Это сделано для того, чтобы была адаптация самих школьников, обучающихся, чтобы они получали наравне со всеми все необходимые знания. И таким образом та воспитательная среда, которых окружает, позволяла им более гармонично адаптироваться в общество. На сегодняшний момент у нас ряд школ используют данные возможности для интеграции инклюзивного образования. Это и 19-я школа, здесь более 200 детей, а с ограниченными возможностями здоровья 10 детей-инвалидов. Также можно назвать и 5-ю гимназию, школу номер 7 и ряд других образовательных учреждений. На базе школы номер 19 состоялся круглый стол, на котором обсудили современные практики. Специалисты в области инклюзивного образования поделились своими наработками. В нашей школе есть инклюзивные классы. Мы очень сильно сейчас развиваем именно индивидуальное надомное обучение детей с использованием дистанционных технологий. У нас таких детей 12 на сегодняшний день. И еще одно направление – программа «Родительская школа». Занятия проводятся как групповые, так и индивидуальные. Для детей с особыми образовательными потребностями очень необходимо развивать межполушарные взаимодействия, стабилизацию межполушарного взаимодействия делать. Все это происходит за счет кинезологических упражнений. И в сенсорной комнате это очень замечательно, потому что дети здесь расслабляются, детям интересно, у них появляется мотивация. Дети, естественно, начинают лучше учиться, у них лучше становится поведение. Ей очень нравится все. Она начала более спокойно себя вести. Каждый день бы сюда приходила, наверное. Особенно эта сенсорная комната, на нее очень благоприятно воздействует. Сопровождают детей так называемые тьютеры. Они готовят для каждого индивидуальную программу обучения, а при необходимости буквально за руку приводят ребенка в класс. Педагоги у вас имеют специальное образование? Да, у нас все педагоги имеют специальное образование. Они все прошли переподготовку для работы с детьми ОВЗ, как психологи, дефектологи, логопеды. Мы в тесном сотрудничестве с Чуварским государственным педуниверситетом. Наталья Мальчикова, Дмитрий Салманов, Республика. Предпраздничная атмосфера царит сейчас повсеместно. Вот и в детских садах прошли мартовские утренники. В столичном детском саду номер 185 устроили мастер-классы. В качестве мастеров выступили родители. Наталья Белкина увлекается выпечкой. Вместе с дочкой они показали, как приготовить кексы. Маленькие кондитеры внимательно наблюдали за процессом. Сверху надавливаем, при этом делаем красивый завиток. Давай я первый сама сделаю, а потом будем вместе. Хорошо? Сначала мама попробует. Легкое надавливание и получается у нас шапочка. Особенно воспитанникам понравилось украшать сладкое блюдо. Мы детям прививаем, во-первых, знание готовить вместе с родителями, помогать. Ну и еще, наверное, будем, тем самым мы изучаем всякие разные кулинарные традиции, сплачиваем семейную нашу традицию. Заодно ребята научились изготавливать цветы из воздушных шаров и празднично сервировать стол в национальном стиле. Делаем конвертик красивый. Вот в начале снизу. Под одеялко, да. Да, куколку укладываем, говорю. Вот. И завязываем красивым бантиком, да. Я тебе помогу. Ну и по традиции стихотворные поздравления всем мамам. Что-то странное творится. Мама спит, а папа нет. Но вчера она броснулся, сразу встал, как на рассвет. Быстро сбегал за цветами и принес вкуснейший торт. А в руках цветной пакетик, он чем-то очень горд. Нарядил он мне рубашку и вручил он мне листок. С 8 марта поздравляю, маме расскажу стишок. Инесса Потапова, Сергей Копеев, Республика. Это были главные новости пятницы 5 марта. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова